Тема лекции «Искусство полемики». Полемика – разновидность спора, отличающаяся тем, что основные усилия спорящих сторон направлены на утверждение своей точки зрения обсуждаемому вопросу. Наряду с дискуссией полемика является одной из наиболее распространенных форм спора. С дискуссией ее сближает наличие достаточно определенного тезиса, выступающего предметом разногласий, известная содержательная связность, предполагающая внимание к аргументам противной стороны, очередность выступлений спорящих, некоторая ограниченность приемов, с помощью которых опровергается противная сторона и обосновывается собственная точка зрения. Вместе с тем полемика существенно отличается от дискуссии. Если целью дискуссии является прежде всего поиски общего согласия, того, что объединяет разные точки зрения, то основная задача полемики – это утверждение одной из противостоящих позиций. Полемизирующие стороны менее чем в дискуссии ограничены в выборе средств спора, его стратегии и тактики. В полемике, как и в споре вообще, недопустимы некорректные приемы, подмена тезиса, аргумент к силере, к невежеству, использование ложных, недоказанных аргументов. В полемике может применяться гораздо более широкий, чем в дискуссии спектр корректных приемов. Большое значение имеет в частности инициатива, навязывание своего сценария обсуждения темы, внезапность в использовании доводов, выбор наиболее удачного времени для изложения решающих аргументов. Виды полемики. Никакая полемика, ни один спор не может обойтись без сторон, которые приводят друг к другу аргументы и доводы, обмениваются умозаключениями и словесными выпадами. Таким образом, оппоненты «я» и «ты» полемики, лексика, основания и рассуждения – это обязательные, неотъемлемые составляющие полемики. Их пять, и вместе они необходимы условия ее существования. Важнейший компонент полемики, соответствующий тезису доказательства, его вершине. Может ли быть, может ли начаться полемика, не имеющая темы? Может. Чтобы убедиться в этом, следует уточнить, что такое тема полемики. Тема полемики – это система тезисов, отстаиваемых партнерами по диалогу. Но ведь часто уступивших уже в словесный поединок соперников нет определенной позиции, нет тезисов, есть только несогласие. Они весьма смутно представляют себе, за что бьются и затрудняются ответить на вопрос, что же, собственно, стараются доказать. Кстати, такой вопрос, заданный в разгаре спора, может оказать отрезвляющее действие на соперника. Четкость формулировки темы и плюс строгость соблюдения процессуальных норм относит полемику к ее высшему, самому качественному разряду. Такая полемика может быть названа дискуссией. Таким образом, дискуссия – это тематическая и корректная по форме полемика. Тема зафиксирована не слишком четко, регламент нарушается – это уже спор. Регламент не просто нарушается, а грубо попирается, чтобы побольнее, пообиднее уколоть соперника, оскорбить его и унисить. Это уже свара – самый низкий сорт полемики. Причины и цели полемики. Мешающий работе разнобой, неразбериха в терминологии, нечеткость границ области аргументации, степень достоверности используемой информации, допустимость применения ее в качестве основания аргументации, сомнительность опубликованных умозаключений и рассуждений, хотя бы из-за противоречащих здравому смыслу выводов, осознанность реальной проблемы и потребность изыскать средства ее преодоления. Названы реальные причины возникновения полемики. Все они последовательно связаны с логическими текстовыми компонентами спора. Соответственные цели полемики могут быть определены для каждого ее структурного элемента. Полемика – дискуссия ведется с целью наведения порядка в терминологическом аппарате для определения круга аргументов, пригодных в деле, подтверждения или, наоборот, опровержения выдвинутого тезиса, для установления степени достоверности аргументов. Полемика призвана установить приемлемость умозаключений, ранг их логической корректности, отбросить софизмы. Цель полемики – достичь истины. Типы полемики. Было показано, что причины и цели полемики можно соотнести с каждым из выделенных элементов ее структуры. Эти элементы относятся к разным ярусам, к различным проекциям полемики. А проекции таких три. Это обстоятельство позволяет выделить три обобщенных типа полемики. Во-первых, это познавательная полемика, так или иначе ориентированная на логический текстовой уровень. Познавательную полемику можно так назвать логическое или диалектическое, в смысле высшего философского искусства достижения истины. Во-вторых, деловая полемика, направленная на достижение фиксации некоторого определенного социально весомого результата. Таким результатом может быть комьюки, договор, акт экспертизы, протокол завещания, соглашение, приговор. Важно, что в этом акте должна быть отмечена общая цель – взаимовыгодный, взаимоприемлемый мир, устраивающий все стороны соглашения. Другие важные названия этого типа полемики – дипломатическая, коммерческая, процессуальная, конформистская. В-третьих, это игровой, спортивный тип полемики. Для него характерно, что на первый плат выступают личностные мотивы. Такая полемика подобна спортивному поединку, где достижение субъективных целей оказывается важнее истины и согласия. Такой тип диалога можно назвать эристическим. Древние противопоставляли эристику диалектике, видя в ней умение, технику, может быть, все-таки искусство, добиваться в словесной дуэли личных целей и, прежде всего, спортивной победы над соперником. Теория полемики. Ощается потребность в удобном, обозримом справочнике, содержащем сумму полезных и реализуемых советов по практическому ведению спора. Нечто подобное шахматной теории, разбор типовых приемов достижения целей, а также преднамеренных или случайных ошибок и ловушек, встречающихся в реальном процессе полемики. Теория полемики должна содержать свод правил, своеобразный кодекс, соблюдение пунктов которого способствует повышению культуры спора. Представляется, что можно выделить четыре класса императивов, располагая их по степени общности. Для удобства сразу назовем все четыре уровня. Общие принципы диалога, общие принципы полемики, принципы ведения стратегии полемики определенного типа, тактика полемики, характерная для каждого из этих типов. Доказательства есть логическое установление истинности некоторого положения на основании утверждений, истинность которых известна. К трем традиционным составляющим доказательства полезно присоединить четвертую лексику, словарный запас, в том числе и терминологию доказательства. О чем доказательство? Выделение этого структурного компонента требует не только дальнейшее исследование, но и естественное желание различить очевидно различное. Без обращения к лексике невозможно объяснить бросающиеся в глаза различия между доказательствами в математике и психологии, теоретической физике, ботанике, генетике и политической экономике. Структура аргументации. Аргументация. Интеллектуальная деятельность по анализу и селекции оснований и доводов, необходимых для всех дальнейших рассуждений и достаточных для этой цели. Аргументация – это планомерное рассмотрение альтернативных версий, верификации и оценки их логических действий. Основными методами аргументации являются интеллектуальное моделирование, мысленный эксперимент с последующим логическим анализом выводов. Структура аргументации. Любое доказательство может служить примером аргументации. Доказательства. Особая идеализированная разновидность аргументации. Лишь крайне редкие, исключительные примеры аргументации претендуют на звание доказательства. Главное, определяющая черта доказательства, отделяющая его от всех других аргументаций – его безличность. Каждое соответствующее логическим законам доказательство верно для нас и будет верно через тысячу лет. Оно верно для всех стран и народов. Доказательство может иметь своего первооткрывателя, как имеет своего первооткрывателя Америка, но ни автора, ни изобретателя. Сама открытая истина вечно и неизменно. Обычная же аргументация – глубоко личное, индивидуальное рассуждение. Аргументация создается автором, дополняется им, исправляется его учениками, развивается последователями. Структурное различие между доказательством и аргументацией сказывается в правилах, регламентирующих родственные процессы. Составляющие структуру доказательства – тезис, рассуждение, аргументы, терминология – входит и в аргументацию, образуя в ней текстовой логический ярус. Однако, в отличие от доказательства, структура аргументации не исчерпывается логическим уровнем. Индивидуальность, авторство аргументации обязывает учесть новый структурный этаж – личностный. На личностном уровне структуры аргументации единственный компонент – ее автор, ее я. Отличие структур простого аргументации от собственной идеализированной разновидности доказательства должно проявиться в кодексе аргументации в списке правил, инструкции по ее использованию. Во-первых, в отбрасывании особенно жестких регламентаций, определяющих отличительную характеристику доказательства. Во-вторых, в смягчении и редактировании других правил, которые верны и для аргументации, но более гибкой, более человеческой формулировки. И, в-третьих, в обведении новых правил, относящихся к субъекту аргументации, элементу структуры, попросту соответствующему, отсутствующему в доказательстве и потому неоговоренному в его кодексе. Правила тезиса. Аргументация проводится с целью выработки, уточнения и обоснования тезиса, как итога всего хода рассуждения. Правила фиксации. Аргументирующий обязан фиксировать основания, которые понадобились ему в данном разветвлении рассуждения. Правила обратной связи. Ложность или противоестественность выведенного в ходе аргументации положения обязывает субъекта критически проанализировать основания с целью отыскания первопричины парадоксального следствия. Правила последовательной верификации. Положения, используемые в роли основания, планомерно перепроверяются в ходе аргументации, что сопровождается рекламациями правил обратной связи и отбраковкой неоправдавших доверия аргументов. Правила однозначности. Запрещает или хотя бы ограничивает использование полисемичных конструкций выражения с неопределенной семантикой. Правила интерпретируемости. Каждая из используемых в аргументации слов должно быть при необходимости эксплицировано с помощью других примеров, других слов, других терминов или проиллюстрировано на ясном примере. И, наконец, принцип всесторонности. Этот принцип содержит в себе требование комплексного, объективного рассмотрения проблематичного явления, явного учёта всех имеющихся альтернатив и гипотез, не ограничиваясь только выгодными или желательными для самого субъекта. Продолжение следует...